Эта семейная пара особенная. Николай и Ирина Воронько. Оба военные и оба ветераны. На двоих у них 50 лет службы. Познакомились, когда Николай был простым рядовым и служил почтальоном при штабе. Тогда и решили разделить все тяготы военной службы вместе. Я никогда, за сколько его командировок, я его ни разу не провожала. Никогда. Вот была такая традиция, не знаю, никогда. Встречать каждый раз, но не провожать. Николай Воронько начал свой боевой путь в 23 в Азербайджане. Сразу после военного училища. География его боевых действий обширна. Армения, Таджикистан, Дагестан, Чечня. В общей сложности 23 командировки. Имеет множество наград. О войне вспоминает с тоской. Австралийский штурм Грозного, 96-й год. Флад, Коптелин, Юра Мороз. Горный Алтайск с нами были. Там у них тоже за день-день пять человек сразу погибло. В общей сложности за все эти горячие точки на территории управления, сейчас национальной гвардии, тогда 65-15, 27 елочек растет в память погибших наших конослужащих. В жизни Сергея Лаврова война также оставила неизгладимый след. Он потерял друга и сослуживца. Вместе учились в Барнаульском летном. Оба мечтали о профессии летчика с детства. Да, как училище закончили, мы так попали вместе в Калинов. Я у него даже свидетелем был, вторым свидетелем на свадьбу. Потом в Афган вместе поехали, только мы в разных эскадрилях с ним служили. Я был в первой эскадриле, он во второй эскадриле. Их пути развела война. Сейчас Сергей – кавалер трех орденов Красной Звезды. После Афгана были и другие горячие точки – Чечня, Таджикистан. Но годы, проведенные в Афганистане, стали точкой отсчета его славного боевого будущего. Сегодня Сергей Лавров и семья Воронько в тесном кругу почтут память погибших. Собственно, праздник так и появился в календаре. 1 июля несколько активных ветеранов решили собираться вместе, чтобы вспоминать своих боевых товарищей. В Барнауле пока официальных мероприятий по случаю праздника не проводят. Но, возможно, желание ветеранов присвоить празднику официальный статус в ближайшие годы станет реальностью. Илья Кочетков, Антон Васильев, Александр Антропов. День с толком.